Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Меня по-прежнему зовут Даша. И сегодня у нас 21 февраля. Мне тут собака покоя не дает. Сегодня у нас 21 февраля, пятница. И сегодня у меня такой план на день. Это такая планированная, незапланированная поездка в город. Потому что у дочери моей сегодня корпоратив. Корпоратив в пятом классе. Посвященное 23 февраля. В общем, они решили в этом году поздравлять мальчиков нетрадиционно. Не дарить там какие-то безделушки. А собраться классом. Учительница им предложила собраться классом и куда-нибудь пойти. На выбор это был боулинг, кинотеатр и еще, по-моему, что-то. Но, короче, от кинотеатра дети отказались. В боулинг они не попали, потому что там нужно было заранее бронировать. И пойдут они в какой-то, я так до конца, честно говоря, не поняла, какой-то лазер-клуб. Там есть целая программа для школьников. Так и называется пакет школьный. В общем, туда входят какие-то там лазерные стрелялки, виртуальная реальность, игра в мафию, вечеринка, анимация. Ну и что-то типа сладкого стола. Но этот сладкий стол организовываем мы родителям. Дети с собой принесут еду, они там просто столы накроют. Вот. И, в общем, мне ее туда нужно будет отвезти, потому что у нас уроки сегодня сокращенные. Их автобус школьный привезет намного раньше. Она это время побудет дома. А потом днем в 2 часа я ее должна буду отвезти и там подождать. Но сколько это мероприятие? По времени часа 2-3, наверное, займет. Вот. В это окно, в этот отрезок времени я решила погулять, сходить на море, потому что собака мне совсем не дает ничего делать. Про что это я? Вень, ты меня сбил. В общем, я записываю уже 10 дубль, потому что мне собака просто не дает. В лицо лезет. Вот так вот. Вот так вот лезет, он просто не дает ничего сказать. Очень любит внимание. Прям не может, чтобы кто-то просто его игнорировал. Он обязательно придет и доконает. Чтобы его гладили, чесали. Короче, продолжая разговор, в этот отрезок времени, в это окно я решила погулять, сходить на море наконец-то. Очень, очень обидно, что чаще не получается выбираться. И показать, рассказать вам, потому что сейчас в инстаграме я затронула тему переезда. Рассказываю о нашей истории переезда, как это у нас было. И стало поступать очень много вопросов. На самом деле, людям интересна эта тема. И даже пишут люди, которые просто сейчас вот в межсезонье хотят приехать отдохнуть в Анапу. И спрашивают, какая погода. Потому что люди... Ну, в инстаграме я тоже выкладываю вот эти вот снега, град, дожди, как нас заливает, да. Люди не понимают просто, как сюда ехать, в чем ехать, как одеваться, какая здесь погода. Вот, просят подробнее рассказать. Ну, и вообще, много людей, кто задумывается о переезде, кто собирается переехать. И очень много вопросов по поводу Анапы, города в целом. И вот я хочу сейчас поехать и немножко вам заснять и показать, чтобы кто-то, может быть, наглядно уже представлял себе картинку. Ну, о погоде нет смысла говорить, потому что она у нас каждый день меняется. Сегодня холодно, завтра жарко. Сегодня солнце, завтра дождь. Ну, вот на сегодняшний день я вам засниму и покажу, как она есть. Поэтому, кому эта тема интересна, оставайтесь со мной. Я пошла собираться, и мы скоро выдвигаемся. Мы уже в пути. И я думала, что я одна поеду в город, но приехал муж с работы раньше, освободился. Поэтому мы всей грядкой, всей грядкой поехали. Даже собака с нами поехала. Поля опять зеленые. Еще какую-то неделю назад здесь все было в снегу, все было заснежено. А сейчас, как будто, ничего и не было. Мы подъезжаем к школе. Она у нас находится не в городе, а в ближайшем пригороде. Поэтому мы сейчас дочь завезли и дальше направляемся в город. Ну, и приехали на фонтан. Свой путь мы начнем отсюда. Музыкальный фонтан – это одна из главных достопримечательностей города. Сейчас он, естественно, не работает. А летом здесь просто потрясающее музыкальное световое шоу. Струи воды бьют под музыку. Очень это все так красиво и эффектно. Обожаем вообще летом здесь гулять. Поставили. Не было, да, ее? Реконструирует похожий аквапарк, готовится к сезону. И вот здесь, где забором оборожены, здесь тоже какие-то аттракционы стояли. Короче, подготовка к летнему сезону идет полным ходом. Колесо работает. Никто не катается. Погода, конечно, не очень. Дует сильный ветер. И вообще так достаточно зябко. Некомфортно просто вот так вот ходить, гулять. Вроде и солнце, кажется, светит, но холодный ветер сильно. Мы сейчас выйдем на пляж. Уже видно отсюда, что там волны на море. Здесь, конечно, ветер еще сильнее. Ну, а наконец-то лебеди. Наконец-то я увидела лебедей. Их достаточно. Ну, в принципе, как обычно. В прошлые годы было. А не так, когда всю зиму я вам показывала, что один лебедь всего. А тут вот они решили собраться наконец-то. Люди их кормят. Полно чаек, полно и утки какие-то, и голуби тут же. Смотрите, утка схватила хлеб. Другие пытаются у нее отобрать. Атакует ее бедная. Бедная, она не знает, куда от них деться. Бедная, она не знает, куда от них деться. Бедная, она не знает, куда от них деться. Веник, конечно, здесь еще ведет себя как ребенок. Он пытается бегать за птицами, пытается их поймать. Вообще, я прям еще такой щенок-щенок. Хотя собаке уже год. Уже, казалось бы, должен поумнить. Но пока в нем еще вот это вот ребятиество не проходит. Прибежала еще какая-то собачка. И очень она хочет с свиньей поиграть. Такая какая-то вся игривая. Прям везет к нему. Судя по всему, девочкам. Судя по всему, девочкам. Дальше путь мы держим на набережную. Не знаю, сейчас еще не определились по нижней или по верхней пойдем. Собаки набегались. Холодно стоять на берегу. Ветер очень такой прям ледяной. И тут такой неприятный. И некомфортно чувствуешь себя возле моря. Дубина. Решили мы прогуляться все-таки по нижней набережной. На удивление, здесь совсем никого нет. Обычно вот лавочки все вот эти вот полностью забиты. На них обязательно кто-то сидит. Летом здесь и загорают. И бабульки книжки читают. В общем, всегда очень много народу. А сегодня, ну, вообще никого. Вообще ни одной души. Непонятно почему. Может быть то, что холодно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, а сейчас мы поднимаемся на верхнюю набережную. И вообще по всей длине очень много выходов. Очень много лестниц. С верхней на нижнюю. Хочешь так гуляй. Хочешь так гуляй. Хочешь вверху, хочешь внизу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы отдаляемся от моря. Держим сейчас к цветочным часам. Кто знает, кто знает, где цветочные часы. В общем, мы сейчас направляемся туда. Вроде так солнышко пригревает, такая вот погодка хорошая. Но я еще раз, десятый раз повторю, что очень холодный ветер. И прям вот комфортно себя не чувствуешь. Вот они, знаменитые цветочные часы. Они опять не работают, скорее всего, опять на реставрации. Тоже готовят их к сезону. По весне здесь высаживают цветы. Сейчас, конечно, непонятно, что они цветочные. Но по весне начинают высаживать цветы. И все лето эта красота радует глаз. И вот мы вышли на площадь. Родина. Здесь, как обычно, играет музыка. Здесь всегда играет музыка, что создает дополнительное настроение. Здесь всегда очень много голубей. Их постоянно кормят. Здесь постоянно тусуются молодежь, мамочки с колясками, дети, самокаты, велосипеды. Кого здесь только нет. Вообще здесь всегда такая атмосфера. Ну, не праздник, а вот... Не знаю даже, как сказать. Но всегда здесь очень так... Людно, весело, интересно. Мы возвращаемся в исходную точку, откуда вышли. Это музыкальный фонтан. И на этом, наверное, наша пешая прогулка подходит к концу. Потому что дует сильный ветер. И все равно не слышно, что я говорю. Мы сделали... Дали свой стандартный круг. Где мы обычно гуляем. Это вот фонтан, это набережная. Ну, конечно, мы иногда еще дальше по набережной идем. Она достаточно длинная. Но в этот раз не пошли. Потому что, ну, говорю, ветер с моря сильный. Вот. И многие меня спрашивают, почему я всегда... Почему мы гуляем всегда одним и тем же маршрутом. Да, и почему я не показываю стальной город. Ну, во-первых, это стандартный путь и туристов, и местных даже. Да, это просто место для прогулок, для прекрасного времяпрепровождения. Где можно насладиться, так сказать, вот этой атмосферой, морем, видами и всем остальным. А остальное Анапа, это... Ну, как в большинстве городов, наверное, есть свой какой-то культурный центр. У Анапы это вот это вот место. А дальше это все спальные районы, ну, по которым не погуляешь. Есть там у них какие-то свои маленькие скверики. Но ничего в этом примечательного нет. Да, это в каждом городе. Ну, площадки и все остальное. Я, честно говоря, даже вот спустя пять лет не знаю очень много названий улиц. Если кто-то меня вот так прохожий спросит, как там пройти на такую-то улицу, я, скорее всего, не отвечу, потому что вот... Ну, я знаю чисто вот центрально, где мы часто бываем. Ребенок еще не звонила, что освободилась, поэтому у нас еще есть немножко времени. Давайте я вам, наверное, с окна автомобиля покажу город и покажу как раз те самые спальные районы, про которые очень редко рассказываю, потому что как бы до них особо не добираемся. Только по каким-то... по каким-то делам мы сюда ездим. Но пока есть время, маленько прокатимся. И почему-то муж решил начать субсеха. Это еще один ближайший пригород, который тоже почти что сросся с городом. Тут уже маленько непонятно. Если раньше как-то субсех и город разделяли поля, да, заканчивался город, и дальше была какая-то, ну, промзона, какие-то поля, виноградники, и только потом начинался такой частный сектор, то сейчас уже можно наблюдать, как все это застроено домами и просто сливается все в один населенный пункт. Дорог здесь, конечно, нет. Хотя, как мне кажется, субсех считается одним из таких элитных поселков. Здесь очень дорогие. Ну, здесь есть, конечно, и старенькие такие избушки, но в основном здесь строят такие элитные дома, и здесь очень дорогая земля, ну, потому что это непосредственная близость к морю. Здесь большая цена за сотку, и дома сами здесь строят такие немаленькие, непростые. Вот. Но дорог здесь нету, и находится это все на горе. Мы рассматривали субсех для строительства, но нас не устроило именно то, что это скала. Близость к морю что дает? Ветра. Зимой здесь постоянный ветродуй, и нет дорог. Ветра. 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 возвращаемся к вопросу о застройке города и пригорода и что люди покупают и строятся везде где только можно и вот помню несколько лет назад мы здесь тут были и здесь никого не было и сейчас здесь живут люди уже все застроено уже куда-то туда вон в сопки где куда-то в точку взгляд уходит это там стоят дома просто это поражает и вот показала немножко ближайший пригород это был поселок по моему это поселок субсех ну потому что здесь уже и хутора и станицы и поселки и села и вот по моему субсех это поселок если я не ошибаюсь возвращаемся в город потому что уже пора забирать ребенка и проезжаем мимо виноградника про который я говорила он такой один бедный затерявшийся в этих каменных джунглях но я думаю ему уже недолго осталось существовать потому что да вот эти вот дома на противоположной стороне они тоже выросли можно сказать на месте вот этих вот полей когда мы приехали здесь был пустырь по-моему промзона какие-то поля в общем ни домов ни магазинов ничего здесь не было и пару лет назад здесь начали активную застройку просто вот поражает масштаб с какой скоростью невероятно это все строится в каком объеме что это не просто дом один построили это целый район вот не но город потихоньку уже срастается с пригородом уже уже маленько непонятно где кончается одно начинается другое там и Вот и все, о стройке, о стройке, да, ни разу ни в одном видео не обмолвилось о наших дорогах, наверное, потому что у меня к ним претензий нет, но вот сейчас проезжаем именно тот кусок, кусок дороги, которая постоянно разбитая, на нее жалуются все, всегда, эта дорога ведет от городского кладбища к Канабскому шоссе, и по ней ездят много, постоянно и постоянно жалуются, я не помню, что при мне меняли полностью здесь асфальт, регулярно, правда, делают заплатки, это да, но она здесь постоянно разбитая, несмотря на такой ремонт, постоянно разбитая, ну а так, в целом, я считаю, именно в Анапе дороги идеальные, в Новороссийске хорошие дороги, в Геленджике, вообще по побережью, что на трассах, что в городах, дороги хорошие, в отличие от того же Краснодара, в Краснодаре дороги намного хуже, особенно в некоторых районах их вообще нет, вот, поэтому, вот с этим здесь, я считаю, нет проблем.